В конце сентября 1942 года мы находились в селе Навесное во втором эшелоне, а в конце сентября нас перевели на передовую в район села Ломи-Горы, это километр в 15 от села большого села Гатище. Там мы оборудовали огневые позиции буквально в полукилометре от переднего края обороны. Командир батареи часто брал меня, и мы шли в окопы к нашей пехоте. Там наша пехота подкапывалась все ближе к немецким окопам, а немцы подкапывались все ближе к нам. И окопы настолько близко находились, что даже там такой случай был. Я свидетелем был. Фриц на штык наколол, нацепил кусочек сухаря, черного хлеба, у них не было мягкого хлеба, как у нас. Высунул из окопа и кричит «Рус, кому?» Они слышали, как у нас делят хлеб, ребята. Один, значит, приносит, раскладывает куски, кто-то отвернулся, а другой показывает, спрашивает «Кому?» Немцы это слышали, и вот так дрознили нас. В километре южнее нас находилась высота 194,0. Эта цифра обозначает уровень высоты над уровнем моря, возвышение высоты над уровнем моря. Она для нас была очень опасна, чем? Что немцы с нее видели, просматривали наш тыл примерно на 10-12 километров, не меньше. Днем невозможно было ни пройти по этому полю, ни проехать. Сразу немцы открывали огонь и старались уничтожить цель. И перед нашей дивизией была поставлена задача отнять у немцев, освободить от немцев эту высоту. До нас другие воинские части пытались это сделать, но ничего не удавалось. Немцы там очень сильно укрепились. Ну, наша дивизия очень хорошо подготовлена. Был выделен батальон под командованием капитана Соболева из 498-го стрелкового полка. Вспомогательные средства были даны. Хорошо все продумано, подготовлено. И однажды ночью, что-то в середине октября, этот батальон, двумя группами, заходя с двух сторон от этой высоты, она так вдавалась в нашу оборону и имела форму огурца, поэтому условно ее назвали огурец. Ночью захватили эту высоту, перебили там немцев, которые защищали. Но после этого, что началось, это кошмар. Бесконечные контратаки немцев. Обстрел этой высоты у нас, вот мы в километре находились от высоты, у нас, ребят, сердце замирало от боя. Со всего переднего края и ближнего тыла немцев все орудия и минометы непрерывно били по этой высоте. И наш этот батальон в течение трех суток отбивал атаки немцев, но все-таки немцам удалось победить. Погибло наших там около тысячи человек. Так нам было жалко, такой был огонь, а у нас не было средств, чтобы подавить немецкие огневые батареи, и батареи артиллерийские, батареи минометные. И в результате немцы захватили. Что там еще было исторически важным? Там была радистка, и еще радист был. И когда она, связь была проводная, порвана, радистка обеспечивала связь с командованием полка и дивизии. И когда немцы уже подходили, подошли совсем вплотную к этому блиндажу, где находились радисты, она передала сообщение в тыл. «Ведите, вызываю огонь на себя. Немцы около блиндажа». И сказала «Немцы врываются в блиндаж, прощайте». И она, как потом выяснилось, взорвала противотанковую гранату, когда немцы ворвались в блиндаж. Подорвала радиостанцию, себя и немцев. И вот эта радистка, девушка, была из Горьковской области родом, из поселка Шиморское. Сейчас там в школе хороший, прекрасный музей боевой славы. Туда многие, после войны, многие наши однополчане приезжали. Мне, к сожалению, не удалось там побывать. Эта девушка была награждена после посмертно Орденом Боевого Красного Знамени, как говорили. И там сейчас наш совет ветеранов дивизии поддерживает постоянный контакт с этой школой, Шиморской средней школой. Там у них много очень всяких материалов полностью о нашей дивизии и о своих земляках, участниках войны. Вот такое большое событие. А еще, запомнишь мне, когда нас переводили с этого участка, где мы находились, в село Гатище, с которым сейчас очень большая связь. И там сам очень активный музей в школе средней. А как было? Командир батареи позвал меня и пошел со мной в это село Гатище на рекогностировку. Мы выбрали с ним место, где должен быть расположен мой взвод противотанковых пушек 45-ок около села Гатище. Потом вернулись обратно пешком, а там расстояние порядка 15 километров, вернулись обратно, и ночью я должен был привезти свой взвод туда, за ночь оборудовать новые огневые позиции, замаскировать все, чтобы немцы не заметили. И когда я шел туда со своим взводом, я очень боялся, что ночью не найду это место в темноте. Ну, повезло, удачно именно я нашел то место, все было выполнено, и мы там установили орудие совсем рядом с передовой, с передним краем. Там встречали мы новый 1943 год. Меня пригласили в штаб около 12 ночи, буквально на 15 минут. Командование поздравило нас там, подняли тост, примерно по полстакана водки. И тут же было приказано немедленно вернуться на огневые позиции, потому что мы боялись, как бы немцы не устроили нам какой-нибудь фокус новогодний. Все обошлось, все было нормально, ребята были веселы, и мы считали и радовались и поднимали тосты за то, чтобы 1943 год для нас был победным. Так оно и оказалось.